книга открытым оком том 26 тема вера вопрос 3832 в тесных обстоятельствах при нехватке жизненно важного поведение неверующих сильно ли разница от поведения верующих отвечает игнатий тихонович лапкин неверие всегда полное и она почти не растет поэтому может статься что у верующего статус его звания в начале и не очень будет его выделять в стане безбожных но с каждым разом как он будет читать библию он все больше будет видеть что его вместо не там где крики и недовольство в душе же он самого начала будет чувствовать водительство духа святого который подскажет что неверно а люди все роптали и роптали а люди справедливости хотят мы в очереди первые стояли те кто сзади нас уже едят им объяснили чтобы не ругаться мы просим вас уйдите дорогие и кто едят ведь это иностранцы а вы прощу прощения кто такие но снова объяснила администратор я вас прошу уйдите дорогие те кто едят ведь это делегаты а вы прошу прощения кто такие а люди все роптали и роптали а люди справедливости хотят мы в очереди первые стояли а те кто сзади нас уже едят а мы живем мертвящей пустоте попробуй надави так брызнем гноем и страх мертвящие заглушаем боем и те что первые и люди что в хвосте и обязательные жертвоприношения отцами нашими воспитые не раз печать поставили на наше поколение лишили разум и памяти и глаз 1979 год высоцкий владимир семенович притчи 25 23 северный ветер производит дождь а тайный язык недовольные лица послание иуды 1 16 это работники ничем не довольны и поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно уста их произносят надутые слова они оказывают лицеприятия для корысти мне самого себя не жаль я принимаю все дары твои у боже но кажется порой что радость и печаль и жизнь и смерть одно и то же спокойно жить спокойно умереть моя последняя отрада не стоит ни о чем жалеть и ни на что надеяться не надо ни мог ни наслаждений нет обман свобода и любовь и жалость в душе бесцельной жизни след одна тяжелая усталость из преисподней выпию я жалом смерти уязвленной росу небесную твою пошли в мой дух ожесточенный люблю я смрад земных у тех когда в устах к тебе моления люблю я зло люблю я грех люблю я дерзость преступления мой враг глумится надо мной нет бога жар молитв бесплоден поду лениться перед тобой он молвит встань и будь свободен бегу ли вновь к твоей любви он искушает горд и злобен дерзай познание плод сорви ты будешь силой мне подобен спаси спаси меня я жду я верю видишь верю чуду не замолчу не отойду и в дверь твою стучаться буду во мне горит желанием кровь во мне таится семя тления отдай мне чистую любовь отдай мне слезы умиления и окаянного прости очисти душу мне страданием и разум темный просвети да не мерцающим сиянием мережковский дмитрий сергеевич ефесянам 414 дабы мы не были более младенцами колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения ефесянам 2 с 1 по 2 стихи и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего воздухе духа действующего ныне сынах противления неверие в слово божие дозволяет так называемым слабоверующим кощунствовать над творением божиим над замыслом создателя относительно человека нероскошной я венере не уродливой химере в гимнах жертву воздаю я похвально песнь пою волосам от всех почтенным по груди распространенным чтоб от старость наших лет уважаю наш совет борода предорогая жаль что ты не крещена и что тело часть сравная тем тебе предпочтена попечительна природа а блаженство смертных рода несравненной красотой окружает бородой путь которым в мир приходим и наш первый взор возводим не явится борода не открыта ворота борода предорогая борода в казне доходы умножает по вся годы керженцам любезный брат с радостью двойной оклад сбор за он ее приносит и с поклоном низким просит вечный пропустить покой безголовым с бородой не напрасно он дерзает верно свой прибыток знает лишь разгладит он усы смертной не боясь грозы скачут в пламя суеверы сколько с обе и печеры после них богатств домой достает он бородой оскуль свете ты блаженна борода глазам замена люди общие говорят и по правде то твердят дураки врали проказы были бы без не были бы без ней безглазы им в глаза плевал бы всяк ею цел и здрав их зрак если правда что планеты нашему подобны светы кончи вонах мудрецы и всех пущий там жрецы уверяет бородою что у нас нет здесь головою скажет кто мы вправду тут в струбе там того сожрут если кто не взрачен телом или в разуме незрелым если в скудости в скудости рожден ли чином не почтен будет взрачен и рассуден знатен чином и не скуден для великой бороды таковы ее плоды через многие расру расчесы заплету тебе осы и всю хитрость покажу по всем модам наряжу через разные затеи завива завивать хочу тупее дайте лента кошельки и крупич этой муки ах куда с добром деваться все уборы не вменяться для их многого числа борода не доросла я крестьянам подражаю и как пашни удобряю борода теперь прости жирный влад влажности расти 1757 год михаил васильевич ломоносов левитом 1927 не стригите головы вашей кругом и не порте края бороды твоей 2 царств 10 4 по 5 стихи и взял анон слуг давидовых и обрел каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресла и отпустил их когда донесли об этом давиду то он послал к ним навстречу так как они были очень бесчищены и велел царь сказать им оставайтесь в иерихоне пока отрастут бороды ваши и тогда возвратитесь марка 13 с 19 по 20 стихи ибо в те дни будет такая скорбь какой не было от начала творения которые сотворил бог даже до ныне и не будет и если бы господь не сократил тех дней то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных которых он избрал сократит те дни не знаю я где святость где порог и никого я не сужу не меряю я лишь дрожу предвечную потерю кем не владеет бог владеет рог ты был на перекрестке трех дорог и ты не стал лицом к его преддверию он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог он отошел в соседние селения не поздно близок он бежим бежим и если хочешь первый перед ним с бездумной верою склоню кольния не он один все вместе совершим по вере чудо нашего спасения 1907 год зинаида гиппиус евреям 11 6 стих а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и и ищущим его воздает 1 иоанна 5 10 верующие в сына божия имеет свидетельство себе самом неверующий богу представляет его лживым потому что не верует свидетельство которым бог свидетельствовал о сыне своем неверующие и рай представляет по своему разумению и особенно в этом озачаряются поэты не имеющие страха божия если бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай что мне делать земным имуществом если скажет он выбирай мне не надо в рай тоскующий чтоб покорно за мной шла я бы взял с собой в рай такой же что на грешной земле жила злую ветреную колючую хоть ненадолго до мою ту что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю в рай наверно таких отчаянных мало кто приведет собой будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой взял бы в рай с собой расстояние чтобы мучиться от разлук чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук взял бы в рай с собой все опасности чтобы вернее меня ждала чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала взял брать с собой друга верного чтобы было с кем пировать и врага чтобы минуту скверную поемному с ним враждовать ни любви ни тоски ни жалости даже курского соловья какой самой малой малости на земле бы не бросил я даже смерть если было мыслимо я бы на землю не отпустил все что к нам на земле причислено в рай с собой бы захватил и за эти земные корости удивленно меня кляня я уверен что бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня 1941 год сим в константин римлянам 1417 ибо царствие божие не пища и питье но праведность и мир и радость во святом духе 1 коринфянам 2 9 но как написано не видел того глаз не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его земля трясется может быть не чаще чем век назад и так же как тогда шатается людское счастье и устанавливается беда о шаткости о бренности о тленности разрушенные города задумались о том о чем по ленности не думали пока земля тверда жилье внезапно потерявший житель склонился перед натиском идей задумался все плакали в содержитель зачем ему мучение людей но как столетие назад тревога о том где спать о том что есть глушит сомнение благоволение бога откладывает прение он есть бог высоко до бога далеко присутствие его не ощутимо и трогая трехдневную щетину рукой сгущенное вскрывает молоко борис абрамович слуцкий книга исаи 24 18 тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму и кто выйдет из ямы попадет в петлю ибо окна с небесной высоты растворяться и основание земли потрясутся книга оси 63 итак познаем будем стремиться познать господа какой не заря явление его и он придет к нам как дождь как поздний дождь оросит землю исаи 17 13 ревут народы как ревут сильные воды но он погрозил им и они далеко побежали и были гонимы как прах по горам от ветра и как пыль от вихря а а а